Зеренда Для этой местности характерны относительные равнины, над которыми возвышаются отдельные сопки и горные системы. Местами равнины пересекаются долинами речек, зачастую прорывающие в своих руслах глубокие каньоны. Миллионы лет здесь хозяйничал ветер, дождь, мороз и жара. Когда-то высокие горы осели, растрескались, осыпались. И сейчас они выглядят невысокими, но очень нежными, красивыми и привлекательными. Еще издали при въезде в Зеренду видно, как сквозь голубоватую дымку прорезаются их синеватые вершины. Немного на обширной казахстанской земле таких изумительных по природной красоте мест, как Зеренда. В 50-х годах прошлого столетия писатель Сафан Шамерденов, изучая название села Зеренде, отмечал, что, скорее всего, топоним восходит к монгольскому слову «зерен» – «сайгак». В монгольских степях и лесах по сей день существует животное Зерен, похожее на наших косуль. История взаимоотношений в течение многих лет казахов с монголами обусловила появление в казахском языке в виде наименования таких слов, как «бркуте», «толькле», «маралде», а потом неудивительно и предположение о происхождении слова названия «зеренде» от слова «зерен». Но, несмотря на существование научных версий, многие предпочитают верить легендам. В здешних краях бытует несколько версий популярной казахской легенды о том, как в давнюю пору проезжали мимо озера молодой Джигит с красавицей-невестой. Устав пути, они решили отдохнуть на берегу чудного озера. Девушка наклонилась к воде, чтобы умыться, и уронила в воду кольцо «зерен». Достать колечко Джигиту не удалось. Так и осталось оно на дне озера. Но несостоятельность данной легенды очевидна. Словари казахского языка не фиксируют корневую основу «зерен» как смысловой носитель. Как село, зеренда образовалась в 1824 году на берегу живописного озера. В то время в этом регионе жил всем известный волосной управляющий Тержан Каже. О предках волосного управляющего народ говорил. «Если будешь бием, будь как тенебек. Если будешь богат, будь как ангар». Это богатство и эта власть были у Тержана. После образования станицы, продолжившей обычаи предков, справедливый Тержан переселился к западному подножию Зерендинской сопки. В настоящее время его могила находится в западной части села Байтирек. По данным Государственного архива, с 1824 года «зеренда» развивалась как казачья станица. Первыми поселенцами были Ефимовы, Петровы, Светличные, Орловы. Их потомки и сегодня проживают в селе Зеренде. Живописные места озер, прибрежные леса, пологий склон и сопок всегда были излюбленными местами не только простого народа, но и ханов. В этих местах расположены древние надгробия великого Уалихана, который является предком просветителя, ученого Шукана Уалиханова. Коренные казахи-зерендинцы гордятся своими доблестными предками-батырами, отважно защищавшими от врагов свои земли. Это батыры Калак, Шаупкель, Орланы Шамай, советник, полководец, подвижник Аблайхана Ханайби, наделенный особым даром местновидения, глубоким доверием Аблайхана, советник Рай, посолки Несарыхана, доброжелательный Бугенбай Би. Зеренде – озеро огромных размеров тектонического происхождения, которое характеризует высокое положение над уровнем моря – 370 метров, малоизрезанная береговая линия с прекрасными пляжами и редко стоящими на них одинокими деревьями, преимущественно сосной. Дно озера ровное, песчаное, местами покрытое галькой и отдельными валунами. Длина озера 7 километров, глубина 6. Вода в озере пресная, прозрачная, летом температура воды достигает 24 градусов по Цельсию. В озере водится Чебак, Ёж, Окунь. Недалеко от поселка Зеренде находится водопад Шагалале, ставший одним из брендов этой местности. Водопад, гигантские скалы этой окрестности, расположенные в западной части Желанды, драконьей пещеры, стали излюбленным местом отдыха туристов. Великая книга природы открыта перед всеми, и в этой великой книге до сих пор прочтены только первые страницы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова